Привет, друзья, всем привет, это новый влог, я домашняя питерская женщина, которая вернулась домой безумно рада, безумно счастлива, всегда говорю об этом везде хорошо, в отпуске, как вы поняли и оценили мой новый влог, все, кто писал добрые слова, вообще, комментарии, спасибочки вам, вот, это было шикарно, было шикарно в Челябинске у Дани, в семье, у Дани с семьёй, просто потрясающе, шикарно у нас дома, в Подольске, у моей семьи, встретилась с родными, но, когда ты приезжаешь домой, ты как будто бы, особенно после вот такого продолжительного отпуска, поездки, ты такая, это просто счастье, действительно, хотя кто-то мне писал о том, что, слушай, я когда в отпуске, вообще не мечтаю вернуться домой, ну, фиг его знает, ну, уже вчера или сегодня я сказала Даня, говорю, блин, мне что-то уже и на море опять хочется, на самом деле, это быстро забывается, вот, ты съездил в отпуск, в моменте думаешь, блин, ну, всё, я кайфанула, я отдохнула, набрала сил, потом ты такая, ну, так-то можно было бы ещё по поводу отпуска, ну, мы уже поделились впечатлением в прошлом влоге, да, кто писал комментарии, всем спасибо, вообще, обожаю вас, но, что тут говорить, шикарное место, просто райское место, ещё обязательно туда вернёмся, единственное, мы летали, тоже в комментариях спрашивали, на 7 полных ночей и на 7, по-моему, полных дней, не 6, а 7 полных дней получилось, ну, или 6, ну, не суть, короче, неделя, этого маловато, надо минимум 10 дней, ну, по крайней мере, для нас, как вы поняли, это такой тюлений отдых, ты ешь, загораешь, купаешься, там, прогуливаешься, то есть никаких активностей, кто-то писал, боже, очень скучно, неинтересно, естественно, каждому своё, кто-то любит активничать, на экскурсии ездить, там, в другие города, соседние, тут вы на необитаемом острове, ну, выражаясь так, что вы не можете никуда поехать, ну, конечно, есть экскурсии, там, типа рыбалки, дайвинг, ну, это всё равно в пределах вашего острова, кайфанули, ну, вот было бы 10 дней, 2 недели, вообще идеально, но ничего страшного, нужно работать, да, не тренироваться, мне тоже работать, я очень рада вернуться в обычные трудовые дни, потому что я не работала, когда была на Мальдивах, ничего не снимала, не в сторис, я имею в виду какие-то рекомендации, рекламу, что-то такое, вообще ничего, только вот уже под конец в Челябинске начала как-то включаться, и сейчас всё, я в деле, у меня уже английский язык занятия, завтра тренировка, полный кайф, сейчас мы заняты, ну, такими делишками домашними, я точнее, стираю одежду с отпуска третий день, ну, потому что я постирала парт, две партии развесила, жду, пока она высохнет, потом стираю следующую, ну, потому что, ну, как бы, не железная эта вешалка, что сказать, продолжаю, да, действительно этим заниматься, сказала сейчас еду, просто быстро что-то перекусить, хотя в целом я есть и в холодильнике, салатик какой-нибудь сделать, рыбку там я запекала, гречка, туда-сюда, но, ну, не хочется. Потом что, я уложила волосы, хочется мне либо накраситься, даже не знаю, либо сделать какую-то маску, просто я уже сегодня, наверное, никуда не пойду, я имею в виду на улицу, краситься как-то нет смысла особо для вас, если только во влог, а вот масочку можно было бы сделать, какой-нибудь очищающий, выравнивающий тон, потому что, ну, потому что лицо просто не очень хорошо себя чувствует, как были какие-то высыпания, потому что ели просто бесконечно, в бесконечном количестве, плюс какие-то там алкогольные напитки, коктейльчики, всё это, всё сахарное максимально, конечно же, не без следа и на лице, и на теле, поправилась ли я, ну, и думаю, да, килограмма на два точно поправилась, но это не такие какие-то прям такие два килограмма, сейчас питание восстанавливаю, ну, я имею в виду просто не переедать элементарный какой-то там, не злоупотреблять сильно алкоголем, хотя я особо много не выпивала, но всё равно вот эти коктейльчики, пиноколады, сплошные сиропы и вот всякая какашечка, в зал вернусь, будет больше активностей, короче, вот такие вот делишки. Я вам не говорила, я купила вот такую вот штучку, это как, ну, переходная память, господи, как он называется, честно, не помню, как называется, в общем, сюда можно скидывать фото, видео, какие-то файлы и переносной, ну, флешка, одним словом. Вставляем сюда в компьютер мой, она, кстати, недорогая была, что-то там, ой, в районе трёх тысяч рублей мне посоветовали, и я стала, в чём суть-то, я стала наконец-таки сохранять все свои влоги, то есть вот у меня тут три последних моих влога, и раньше, ну, я ничего не сохраняла, так его нужно копировать, я его не сохраняла, ничего не делала, вставить объект, что, работает у нас всё, да, вот, ничего не сохраняла, у меня всё было только исключительно на ютубе, и потом, когда пошли вопросики из серии, а может, ютуб закроет, ещё какая-нибудь фигня, понятное дело, что, ну, как бы, это всё слухи, но никто не знает, как оно может случиться-то в целом, может, когда это его просто закроют, а у меня никаких видео и влогов в, ну, в моём доступе нет вообще. Я подумала, блин, вы представляете, как обидно, если ты снимаешь всю свою жизнь, то есть уже на протяжении, в июле будет два, да, два года, как, да, да, реально, офигеть, что я вообще в шоке, если честно, два года, как я снимаю влоги, то есть два года твоей жизни, и понятное дело, что сейчас мне это неинтересно и неактуально смотреть, хотя иногда я могу там свадебный влог, например, включить, или если я что-то забываю, такая, блин, надо во влоге посмотреть, и к чему, к тому, что, блин, ну, к тому, что хочется это сохранить, представляете, через 10 лет, через 20, может быть, да без разницы, когда ты просто берёшь и открываешь свой влог любой, это, ну, мне кажется, это что-то необыкновенное, и поэтому вот такая штука очень важная и нужная, наконец-таки я занялась этим вопросом, вот с февраля я, по-моему, скидываю свои влоги, такие делишечки, так что эти вот три влога я скинула, и сейчас мне можно будет их просто взять, переместить в корзину и спокойненько удалить. Если честно, думала скачать влоги, которые на ютубе, но я не знаю, как это делать, и мне кажется, это так муторно. В любом случае, хотя бы с этого времени я уже смогу всё хранить у себя на флешечке. В общем, сейчас выглядит обстановка в маленькой комнате примерно так, я, как уже сказала, перестирываю абсолютно всё-всё-всё-всё. Разобрала чемодан, здесь сушена свалка, сумка, здесь тоже миллион вещей, которые нужно разобрать, погладить, всё сложить аккуратно, ну, потому что сейчас напихано, хер пойми как, и мы потихоньку реально из этого места делаем гардеробную, потому что здесь проще всего одеваться, ну, по крайней мере, у меня вещей обалдеть, как будто бы сколько, да? Кажется, вроде бы, но на самом деле не так уж и много. Простите меня, кто такой сейчас, Катя, у меня там одна третья. Ну, нет, действительно много, конечно, вещей, я не отрицаю это, да? И у меня нет такого, ой, мне нечего надеть, мне есть что надеть впервые за долгое время, потому что обычно именно так и было, а сейчас я уже, как сказала, вот перед весной я прямо очистила свой гардероб, очень многое отдала, и сейчас у меня из одежды то, что я действительно там ношу. Ну, понятно, какие-то вещи там, допустим, уже пальто, пуховик, я не знаю, куртки, они не актуальны, потому что на улице 20 градусов, и здесь тоже нужно подубрать там какие-то... Ну, вот пока свитерочки можно оставить, то есть какие-то вот эти вот костюмчики, они еще, ну, понимаете, такие с юбками вот, они еще не совсем актуальны, потому что не настолько жарко, но летом просто must have. И мы берем с вами тазик, атрибут настоящей хозяйки, и идем... А, нет, сначала мне нужно будет вот это сейчас снять, взять то, что у меня там постиралось, и повесить, если честно, мне уже достало просто. Но это вот третий день, третий день, блин, стирки. Если быть откровенной, я уже реально как-то за весь день подустала, в плане того, что реально вот мы приехали, конечно, я сразу забросила постирать, и это бесконечная стирка. Мне кажется, вот если когда появляются дети, если их там трое, четверо, это просто жесть, это бесконечная, бесконечная, бесконечная стирка. Ну, я не знаю, я не знаю, как в этом случае поступают матери многонетные. Ну, просто, наверное, машинка 24 на 7 работает. Это, конечно, жесть. У нас два человека, два человека, всего лишь два взрослых человека. Но вещей, вот просто даже с отпуска, то, что мы брали с собой, хотя у нас был один, панамочка, хотя у нас был один чемодан, все равно как-то невероятно много. Но это уже все. Это последняя ходка. И следующее будет постельное белье, которое, ну, я меняла. И можно спокойненько приступать к глашке этого белья. Как я говорила, мне просто нравится, когда все вот так вот развешено, все поглажено, и тебе в моменте можно взять и надеть эту вещь, и не думать о том, что, блин, сейчас надо погладить там, и это пятое-десятое. У тебя все чистое, поглаженное. Идеально. Здесь тоже небольшой краш-баш. Это нужно помыть. Я засыплю порошочком своим, который такой химичит, залью кипятком. Я рыбу запекала, вот это все пришкварилось, а у меня не было фольги, чтобы подложить. И что хотелось сказать. В каком-то в прошлом влоге, помните, я, короче, херачила этот, ну, диффузор. И вы не поверите. Видимо, просто у нас часто открыты окна, и им не пахло. Плюс, наверное, когда более тепло в квартире, они начинают работать. Я вот после приезда домой, во-первых, зашла сюда на кухню, такая, офигеть, как вкусно пахнет. Естественно, квартира там была две недели закрыта, без окон, без дверей. И прям вкусненько. И сейчас пахло. Ну, то есть, как бы, типа, я уже такая, блин, слушай, ты в целом ничего получается. Но это, если окна не открыты, но в целом логично. Вот так. Зарядки тут у нас. Миксер мой для протеинового коктейля. Но это позже. Эти стаканы от блендеров, Даня из них пьет воду. Человеку просто стакан не подходит, бутылка не подходит. Нужно вот именно вот такой вот. И там пришел курьер, принес нам доставку. Сейчас пойдем откроем. И пришла доставка еды. На самом деле мы ничего много не заказали. Это что такое? Дань, а ты что, отдельно от меня заказывал что-то? Здесь какая-то шаурма пришла. Нормально. Он попросил меня заказать ему еду. И сам себе еще заказал. Это что за подстава? И Даня мне такой говорит, мы вообще-то днем должны правильно питаться, уже восстанавливаться. Сэндвич с ветчиной и сыром. И шаурма. Попробовать. Как попробовать? Смотреть, что там. Как посмотреть? Чисто ради интереса. Какого интереса? Девочки, если вы заказываете какую-нибудь херню, вы говорите, да я просто ради интереса посмотреть, как она там. Попробовать хочу шаурму интересную, она лучше, чем здесь или нет? Кисть, а зачем, если мы заказали там без строганов? Я говорю, попробовать. Причем, когда я к нему подошла и сказала... А без строганов нет? Нет. Я заказал позже тебя, а как? А зачем ты отдельно от меня-то заказывал? Так я позже тебя заказал, видел, что он ему думал, блин, хочется попробовать. Я еще такая прихожу, говорю, хочу что-нибудь заказать, поесть. Ну, не хочу есть рыбу, гречку, там вот это. Он говорит, мазь, мы вообще-то питаемся нормально. Я говорю, мазь, я закажу что-нибудь нормальное. Ну, типа, не Макдусик. А он сразу подумал, что я хочу Макдусик. Потом говорит, давай Макдусик закажем. Я говорю, нет, никакого Макдусика. В итоге говорит, я, а, я такая говорю, давай закажу тебе что, блины, блины с мясом. Он говорит, вообще-то блины, это жирно. В итоге шаурму заказал и сэндвич. Ну, а теперь все-таки моя еда пришла. Ну, как моя, которую я заказывала. Заказывала. Итак, ну, типа шницель куриный. И вот бестроганная футурешечка. Она, кстати, вкусная. Я уже не первый раз заказываю. И да, я не такой же взяла. И еще хлеб. Ну, хлеб это как бы просто на завтрак. Вот так. Сейчас разогреем. Итак, приготовила потрясающий ужин просто. И мужу тоже приготовила шикарный ужин с огурчиками. Нет, знаете что? На самом деле, вот иногда хочется мне без троганов. Ну, не буду же я сейчас заказывать мясо, пока все это закажешь. Пока все сделаешь, уже с ума с голоду сойдешь. Заказал, все съел. Завтра он мне уже не нужен. Поэтому я думаю, что иногда такое прям в самый раз. Короче, в итоге мы поели. Было очень вкусно. И при этом мы смотрели на ютубе какой-то обзор на еду из этой же доставки. И мы такие, типа, офигеть. И Даня такой, там пельмени порекомендовали, то, пятое, десятое. Но сейчас не об этом. Наконец-таки у меня есть время для себя. Просто бипец. Я сейчас умоюсь. И, наверное, все-таки сделаю себе маску. Как-то вот надо в божеский вид приводить. Я из-за кромов достала уже новенький флакончик моей бьюти-баночки. Это увлажняющая пенка мусс для умывания для всех типов кожи от маскахолик. Я про это бьюти-средство рассказывала влог назад. То есть до Мальдив был влог. И там была рубрика пустые баночки. И я говорила, когда мои средства тут подзакончатся, у меня уже в арсенале хранится все новенькое. Я всегда закупаюсь впрок. Что и вам советую. В общем, на самом деле, это идеальная умывашка на лето. Такая вот для максимально базового ухода. То есть почему она мне нравится? Ну, во-первых, она в формате мусса. И это очень удобно. Я сейчас покажу, как флакончик там работает. Хотя я уже показывала. Ну, я думаю, что не все смотрят, во-первых, рубрику. Во-вторых, в целом не все смотрят каждый мой влог. Такая вот коробочка у вас. И очень удобный формат. Можно брать с собой. Флакончик открываем. И здесь ничего не проливается. В чем секрет? То, что здесь реально какой-то супер умный, я не знаю, классный, ну, дозатор. Вам нужно всего лишь нажать на флакончик, и средство выходит в виде пенки. Пенка очень нежная. Очень приятный аромат. Мне нравится. Самое главное, что эта пенка мусс не пересушивает кожу. То есть она идет с увлажняющим эффектом. Нет ощущения стянутости потом. Нет сухости на лице. Я обожаю, ну, эту пенку умывашку, эту пенку мусс. Она реально очень классная. Убирает остатки макияжа. То есть я сначала смываю все мицеллярочкой прям полноценно. Потому что макияж, что там, 35 слоев всего, грубо говоря, отлично смывает остатки макияжа. Убирает загрязнение. Но вот самое главное, что потом, когда ты смываешь, у тебя нет такого ощущения, что тебе поскорее нужно какой-то супер жирный крем нанести. Так вот, мы умываемся. Идеально. Все, потому что я целый день ходила, дома что-то и делала. И наносить на малогрязное лицо, по факту. Ничего не хочется. Идеально сейчас я смою. И все. Мы готовы. Та-дам! А еще, кстати, плюс того, что пенка мусс отлично очищает кожу, при этом увлажняет и не смывает ваш загар. Я очень мало загорала в этом отпуске. Поэтому для меня это максимально актуально. И особенно, если, кстати, пользоваться автозагаром, это тоже классная вещь. Короче, ребята, я не знаю, это рекомендацион. Я уже рассказывала. Я оставлю вам ссылку в описании. Очень-очень приятная цена. То есть, вот, качество реально офигенное, суперское. Но при этом цена более чем шикарная, приятная. Сохраняйте, скриньте. Ну и ссылочку оставлю в описании. Вы можете перейти и заказать очень классную вещь. Давайте откроем холодильник. Здесь хочу взять какую-нибудь маску. Если честно, посмотрите, что у нас есть в холодильнике. Много-много овощей. Зелень, зелень, зелень. Сыр. Рыба, которую я запекала. Бульончик куриный. Фрукты, фрукты, сыр. Кстати, колубничку сегодня брала. Творог. Достаточно ппшный холодос. Здесь у нас батат, зелень, манго. Гречка. А тут запрещеночка. Просека. Я его покупала уже давно. Она здесь лежит. Вот этот бифитер мы покупали еще зимой, когда Лиска приезжала, что ли. Короче, он лежит тоже тысячу лет. И вот еще. Просека у нас. Короче, я что залезла-то? Я залезла взять какую-нибудь масочку. Честно, даже не знаю, какую сделать. Влажнящую. Или какую-нибудь в баночке взять. На самом деле, так много клевых разных. Не знаю. Или какую-нибудь типа альгинатную сделать. Слушачка, вопрос на миллион. Ну, как минимум, рум-тур по холодильнику тоже очень интересно. И вот, кстати, у меня сейчас, посмотрите, как выглядит так называемый мой ожог. Так, вот здесь, видите, есть все-таки такое. Ну, такой ожог. И вот это я жарила рыбу. Опять обожглась, господи. Взяла вот такую мазь. Я ее скринила у какого-то тоже блогера. Говорят, очень помогает. Не знаю. Я мажу. Посмотрим. Ну, все равно, все равно это намного лучше, чем я ожидала. Потому что было. Ну, вы видели сами в предыдущем влоге. Но я надеюсь, что пройдет. Потому что все равно видно. Мне еще пришла доставка из нашего любимого зеленого магазина. Сейчас покажу, что там. По нужде все взяла. Вот такой вот лак. Кевин Мерфи мне нравится. Что-то их косметика. Это для сильной фиксации. Лак для волос. Решила взять попробовать. Не знаю, почему. Паковка еще такая симпатичная. Обновить резинки свои шелковые. Я пользуюсь по большей части всегда шелковыми. Они для меня самые-самые лучшие. Мне нравится, как они выглядят. Плюс они как будто бы не травмируют волосы. И все такое. Потом что у нас? Масочки альгинатные. Вот как раз таки. Думаю, ее можно сделать. Ой, елки-иголки. Еще одна. Они сейчас как будто стали пропадать. Раньше на них всегда скидка 50% была. А сейчас что-то я не наблюдаю. Потом. Вот эти вот сменные, как они называются, лезвия. Самые мои любимые. Вот с такими подушечками. Я им уже пользуюсь очень много лет. С такими подушечками не нужно использовать дополнительно пену. Потому что она сама пенится. И нет никакого раздражения. Вот они лучшие. На самом деле. Даже Даня у меня попробовала. Говорит, охренеть. А что у тебя такие классные? Закажи мне тоже. Так что вот это вот самое лучшее. Еще что у нас тут. А вот тоже от Кевин Мерфи. Вот этот спрей. Он у меня закончился в отпуске. Я показывала, что брала маленький с собой. Я в отпуск брала с собой все, что заканчивается. То есть я не хотела вести целые, полноценные. Там вот такие вот продукты, чтобы это было тяжело. Поэтому я брала все, где очень мало осталось самого средства. И выбрасывала. И вот этот карандаш. Такой вот. Так бьюти. Единственное. В оттенке ураня. Он мой любимый. Я им пользуюсь тоже очень давно. Но у меня он был. Новенький. Но куда-то как-то пропал. Я не знаю, каким образом. Знаете, карандаши это как резинки. Они как будто бы пропадают. Хотя мне как-то писали, зачем покупать резинки. А, это было еще в ТикТоке. Мне писали, боже, зачем покупать шелковые. Обычные там 100 штук за 100 рублей купила и все. Вот резинки я не теряю. Они все у меня есть. Но просто они все равно со временем, когда долго носишь, растягиваются. Мне хочется обновить. Ну, короче. Я его где-то потеряла. Вроде ни в каких сумках не лежит. Возможно, забыла там у мамы, например, или что-нибудь такое. Такое тоже возможно. Ну и все. Вот такая вот распаковка. Мне еще должна прийти вторая часть будет. Ну, доставки. Но там я уже заказала масло для губ диоровской. Она появилась в наличии. И масло для кутиколы. Короче, как-то так вот. Несла я все-таки масочку вот такую вот отбиливающую. И углажняющую. Что хотела сказать. В нашем отсутствии дома есть еще некоторые плюсы. Во-первых, вчера, позавчера мы просто весь вечер, один вечер мы залипали на сериал, смотрели «Жить жизнь» с любовью Аксеновой. Про абьюз сериал на самом деле немного странноватый, но клевый. Красивая картинка. Там, типа, знаете, вот этот вайп содержанок сериала. Ну, из этой серии клевый. Посмотрите. Ну, как бы, ну, можно глянуть так на вечерок. Понятно, что это не прям какой-то на все время сериал, но неплохой. И также у нас накопились, ну, уже нет, мы их все посмотрели, три серии шоу «Звезды в Африке» за вечер. И сегодня, по идее, должна быть новая серия. Все, у них там перестали появляться уже новые участники. Я, если честно, болею, наверное, знаете, за кого? Я болею за Машу Погребняк. Мне кажется, что ее многие не любят, она многим не нравится, но я болею за так называемую их коалицию. И мне не нравится, как она, Маша, Наташа, Медведева. Ну, не то, что не нравится, мне нравится, как персонаж в этом шоу. То есть нет такого, что я за нее болею. А Машка Погребняк мне нравится, но, опять же-таки, только как персонаж именно в этом шоу. Мне нравится, наверное, Игорь Познобихин. Сейчас кто-то напишет, да нет, они там эти строят сплетни, эти хотят голосовать против тех, того, пятого, десятого. Но, если честно, многие даже говорили о том, что этот сезон якобы неинтересный. Но мне вот предыдущий сезон нравился бой, меньше, потому что как-то все было относительно непонятно. Все как будто бы пытались дружить между собой, хотя понятно, что никакой там дружбы. Здесь прям четкая такая, грубо говоря, войнушка, где они выбивают там друг друга и все тому подобное. И образно напрямую там говорят, что мы не собираемся здесь дружить. И мне это больше нравится, то есть какой-то такой драйв. Ты смотришь, ты понимаешь, что даже если люди эти там что-то сговариваются, они это делают ради того, чтобы победить. И мне кажется, что в целом это нормально. Ну, как бы то же самое, что все в тех сезонах на кого? Кто? Олег Верещагин. Типа, понятное дело, что в жизни он другой, но как игру в шоу на него было интересно смотреть, хотя многие его очень хейтили. Вот. Так что все, что я хотела вам сказать. И такой вот у нас денечки. Я не знаю, буду ли еще сегодня что-то снимать. Завтра у нас зал. Первая тренировка. Боюсь, что, конечно, мне будет очень тяжело. Главное, чтобы меня тренер узнал. Ну, ладно, я не так уж изменилась, но все равно. Всем привет, друзья! Новый день, и на улице снова тепло! Я просто в шоке. Каждый-каждый раз я в шоке от того, что на улице такой кайф. Ну, это действительно очень-очень приятно. И что самое главное, мы сейчас собираемся и отправляемся куда? На тренировку. Я не хочу. Я, честно, буду говорить вам так, что Даня сегодня сходил после отпуска на нормальную прям полноценную тренировку. Он вернулся. Боже, я так кайфанул! Я так счастлив! Человек живет спортом. Он всю жизнь занимается. Я люблю спорт. Я люблю зал. Но, зная, как мне сейчас будет тяжело, я понимаю, что, ну, как бы, ну, как бы, у меня, во-первых, все будет болеть. Во-вторых, ну, во-вторых, просто неприятно. Не очень хочется. Нет, вообще не нравится. Вот. И, если честно, как бы, я бы и не ходила. Но меня природа особо не наградила. Бывают девчонки реально с фигурой. Вот у них и попа орех, и талия сина, и вообще все. Она ничем не занимается, ничего не делает, ест целые днями. Повезло, повезло, но ничего страшного, знаете. Если бы все было так просто, мы бы так это не ценили. Пью водичку. Поела на завтрак яичницу из двух яиц, бутербродик с сыром. Все. Ну, как-то так. А то, что я вчера съела какие-то чипсы на ужин, это мы никому не скажем. Но, на самом деле, знаете, какие чипсики вкусненькие. Та-да-да-дам. Если раньше здесь были только чипсы Данины, то сейчас, по большей части, здесь ппшные чипсики. А именно вот такие вот. Это, знаете, что? Как они называются? Как хлебцы. Они супер тоненькие, и они в приправе. Естественно, это тоже не есть полезно. И если вы хотите, купите чипсы, съешьте их. Я никого не призываю, но мне они нравятся на вкус. Вот это малосольные огурчики. Вы помните, такие раньше были, там, Лейс или какие? Я их обожала. Я попробовала вот эти. Офигела, какие они мне понравились. И заказала еще такие, такие, такие. Ну, как бы, то есть я не призываю вас там что-то на кого-то менять. Но если вас там это волнует, вы хотите... Вот, видите, они типа глютен-фри, запеченные в духовке, веганский продукт, цельнозерновое зерно. Ну, понятно, что там специи, и как бы не рассчитывайте на что-то прям супер правильное. Человек у нас грустный лежит в этот раз. Кстати, мы же его подстригли. И мне не очень нравится, как его подстригли, откровенно говоря. Айсюш. Здравствуйте. No, no. Я просила его сильно не подстригать. Я об этом рассказывала или нет? Ну, короче, видите, вот здесь прям вообще прям плохо подстрижено. Вот здесь как-то плохо подстрижено. Что у нас еще здесь хранится интересненького? Да в целом-то ничего интересного. Мне нужно будет сейчас сделать хвост, потому что, ну, на тренировку, я не знаю, как девчонки ходят с распущенными волосами, там, с какими-нибудь укладками. Мне жарко, я потею. Вот здесь у меня все будет потеять. Эти волосы, если ты прыгаешь, они мешаются. Как вы это, блин, делаете? Поэтому я сейчас сделаю такой зализанный хвост. Потом здесь я мыла противни, которые я вам показывала вчера. Все-таки я их помыла. Айсуш, человек. И здесь у нас из-за того, что здесь лежит полотенце, ножницы, дайсон мой, туда я ничего не закидываю. Ну, здесь лежит постельное белье, которое нужно постирать. Но из-за того, что у меня пока сушатся вчерашние покупочки, покупочки-постирочки, то, соответственно, получается, что, ну, как бы, сушится. Пока оно не досушится, я не могу постирать следующее. Я, если честно, не люблю развешивать на двери все это. Мне не нравится. Ну, сразу такой какой-то беспорядок. Ну, и вообще было бы неплохо сегодня. Но сегодня уже точно нет, потому что мы сейчас в темную тренировку. Потом вернемся. Наверное, тут покушаем. И я записалась на массаж. Я записалась на массаж. Я, ну, хотела сказать, давно не была. Последний раз я была на Мальдивах, конечно. Но все равно это не то. Плюс я записалась на спортивный массаж, чтобы мне промяли все мышцы. Я записалась на антицеллюлитный массаж, чтобы мне тоже там все помяли. И, конечно, как бы не бесследно, не бесследно все прошло. И что хочется сказать, сегодня накрасила уже этим карандашом от Oak Beauty. Очень классный он. Я его люблю. Где-то есть. Сейчас, секундочку. Вот этот, кстати, карандаш от Chic. Хочу вам сказать, что красивый очень цвет. Я им на свадьбу тоже пользовалась. Но стойкость просто на нуле. Попьешь чуть-чуть, все уже, тебе все сожрется. А вот эти, конечно, офигенные просто. Это от Уранья. Они такие стойкие. То есть ты прям, ну, реально вот можешь так делать. Понятно, если я сильно сейчас нажму. Но вот даже так. Нормально. Мне очень нравится. Советую. И от Make Up For Ever от Pupy тоже хорошенькие. Слушайте, ну что. Все. Сейчас. А, слушайте, сейчас я вам сделаю распаковочку аромабокса. Посмотрите. Он классный. Он классный. Сейчас давайте через секунду. А потом на тренировку. Так, девочки, хочу поделиться с вами пополнением в моей коллекции. Это аромабокс от Randevu. И он необычный. Не такой, как все. Знаете почему? Потому что здесь топ-8 ароматов чистоты. Да. Это вот те самые духи, которые пахнут, я не знаю, хлопком, свежестью, постиранным бельем, чистотой. Я обожаю. Это вот какая-то такая определенная категория парфюма, которая мне очень нравится. И я давно-давно рассказывала о некоторых даже миниатюрах, которые есть в этом боксе. И я ничуть не подумала, что, типа, блин, там вот есть эти ароматы. Мне нравятся. Я рада. Я заказывала после отпуска себе свои обычные миниатюрки. Я действительно ими пользуюсь. И если говорить честно, даже вот от этих аромабоксов я не устала. Мне они нравятся. Я не устану вам рассказывать про них. Мне кажется, что это действительно интересно, актуально. Многие девчонки пишут мне слова благодарности за то, что, Катя, вот я узнала от тебя в этих аромабоксах. Я там познакомилась с какими-то ароматами. Спасибо за рекомендацию. Кстати, в конце я еще поделюсь обязательно своим промокодом. И поэтому досмотрите. Если кому-то не интересно, то вы, конечно же, можете этого не делать. Никто никого ни к чему не принуждает. Но вы очень сильно об этом пожалеете. Потому что такой аромабокс на лето просто идеальный. Вот. Сейчас я уже перестала пользоваться такими там ароматами, как Бакара, какой-нибудь Монталь, Светванила. Потому что они душные. Ну, действительно, сейчас, когда становится тепло, уже не особо актуально. И эти ароматы, боже, девочки. Во-первых, здесь я буду обязательно вставлять картинки. Потому что иногда я могу неправильно называть как-то бренды. За это тоже заранее меня извините. Но я стараюсь, пытаюсь. Вот. Чтобы вы могли заскринить, увидеть, сохранить. Начнем с того, что здесь есть мой самый-самый-самый любимый парфюм. Аромат чистоты, который, я считаю, должна попробовать, почувствовать каждая девушка. Я им пользуюсь уже больше года. Он у меня есть в большом формате. Я его чисто случайно нашла. Как раз-таки, когда я еще не знала о существовании таких боксов. И мне приходилось самой ходить по магазинам, там, постоянно тестировать, что-то искать. Спрашивала даже, там, у вас, допустим, что посоветуете. И вот я нашла тот самый аромат. И он называется The Mousse. Девочки, это вот свежее постиранное белье. Этот аромат, я не знаю, ну, если вы хотите, чтобы вы шли, а за вами шлейб был, вот такой действительно невинной чистоты, просто какой-то свежести. Я его обожаю. Я его часто использую, например, когда хожу на тренировки или в жаркое время, потому что, ну, не хочется, чтобы, да, от тебя был какой-то яркий аромат, душнить остальных окружающих вокруг тебя. Но при этом хочется, чтобы, ну, какой-то все-таки аромат был. И вот это идеально просто. И я не расстроилась, что, например, в боксе мне попался аромат, который у меня есть в полном размере. Посмотрите, очень классные. Мне нравится, что они достаточно миниатюрные, максимально миниатюрные, но при этом мне такого флакончика хватает, там, не на 2-3 пшика. Я могу им спокойно пользоваться, ну, достаточное количество раз, ну, там, 10, например. Понятное дело, тут зависит от того, кто как поливается, может быть, кому-то и на один раз будет мало, но это уж прямо, я не знаю, с ног до головы. Хотя я не тот человек, который, знаете, там, чик, и все. Я тоже люблю сюда, сюда, и сюда. Ну, в общем, достаточно надолго хватит, если вы будете пользоваться. И этот парфюм я могу легко с собой взять, допустим, на тренировку положить, и мне не нужно там перепшикивать, переливать, как я обычно этим занимаюсь, из больших 100-миллилитровых, там, флаконов. Еще здесь есть очень классный аромат, который давно-давно популярен, который есть у многих девушек, и это Bayreda Blanche. Если честно, когда вы говорите, кому-то посоветуй какой-нибудь аромат чистоты, свежести, вот такой, первое, что вам скажут, это Bayreda Blanche. Я к нему очень долго присматривалась, я ходила в магазины, наносила тестеры, но каждый раз я понимала, что, ну, как будто бы что-то не то. Ну, вот, ну, не знаю, ну, приятный аромат, но все равно, вот, это не то, что я искала. Потом я познакомилась с The Mousse, но сейчас я, например, в этом боксе уже понимаю, что да, он пахнет свежестью, да, есть какие-то там нотки из серии хлопка, но все равно это немного не то. Но мне приятно, мне нравится, мне очень нравится, он что-то напоминает, какой-то кондиционер для белья, в целом приятный, то есть действительно хороший аромат. И я думаю, что у многих девчонок он есть, напишите в комментариях. Вообще, если кто-то обязательно там тестировал, пробовал какие-то ароматы, напишите, расскажите. Я думаю, многим будет, ну, интересно почитать не только мое мнение, и вот сейчас я наношу уже, ну, день третий, наверное, этот парфюм вот из бокса. Кое свежее, но при этом как будто бы там есть цветочные ноты. Мне кажется, что это ближе к чему-то просто нежному, чем к аромату чистоты, потому что у меня этот аромат ассоциируется именно вот с таким пастиранным бельем и хлопком. Дальше. Здесь аромат, с которым я тоже очень хотела познакомиться. Я имею в виду, что я хотела купить полноценный объем, но каждый раз меня что-то останавливает, потому что, ну, парфюмы достаточно дорогие, они селективные. И, соответственно, если покупать, допустим, даже каждый аромат из этого бокса в полном объеме, ну, это выглядит, ой, это будет очень кругленькая сумма, там, я не знаю, 1100-150, наверное. А здесь у бокса очень приятная цена и можно стопроцентно определиться, подходит тебе тот или иной аромат или нет. Хотя вы знаете, что я сейчас вообще стала на рандеву заказывать именно вот такие вот отдельно, ну, небольшие флакончики. И пользуюсь, мне нравится. Пока я не рискую действительно покупать сразу 100 мл, потому что, ну, не знаю, мне кажется, все-таки это не совсем актуально. Если ты понимаешь, что вот да, 100%, я вообще там буду постоянно пользоваться, тогда уже, конечно, можно. Так, и аромат, про который я говорю, это вот такой вот аромат, и называется он Room Service, тоже очень популярный бренд, и у них еще есть аромат Manga Skin, тоже такой прям у них, наверное, мне кажется, самый распиаренный. И вот этот вот аромат, я сейчас нанесу его на салфеточку, просто я попшикалась Байореда, он действительно пахнет, как в отеле. Поэтому он и называется Room Service. Есть вот это ощущение, опять же-таки, чистоты, но уже не свежего белья. У меня, простите, как бы такие просто, только такие ассоциации, но в целом это и есть бокс такой, поэтому не ждите тут каких-то, я не знаю, ванильных или что-то такого. Это вот прям суперлегкость, супер какая-то вот свежесть. Мне нравится этот аромат, но он сложный, он действительно, если этот такой нежненький, относительно цветочный Байореда, то есть ты попшикался, и в целом, мне кажется, он подойдет абсолютно каждому. Ну, там, понятно, уже по личным ощущениям тебе может он нравится, не нравится, там больше симпатизировать или нет, но как бы не будет такого, что, мне кажется, человек скажет, ой, нет, это вообще там отвратительно. Вот этот вот аромат уже, мне кажется, на любителя, но при этом, ну, меня цепляет, что-то вот внутри у меня такое загорается, я так думаю, я хочу его, я хочу, мне нравится. Также здесь есть и другие ароматы, я сейчас вам про все прям рассказывать не буду, но я познакомилась с каждым, и они потрясающие. Например, вот тут вот, муск Кашемир, и это любимый парфюм Оксаны Самойловой. Я помню, в какой-то момент она его выложила, это было года полтора-два назад, и просто все девчонки побежали его скупать. Давайте его тоже все-таки я с вами послушаю, я не могу, мне нравится. Но он мне, если честно, не особо заходит. Я вот каждый раз смотрю, и действительно много девочек, которые любят его, но это не мое. Он приятный, он не вызывает каких-то негативных эмоций, но при этом я понимаю, что я не хотела бы, чтобы от меня был такой аромат. В очередной раз хочу сказать о том, что такие боксы это идеальный вариант подарка, как своему близкому человеку, как презент можно. То есть, вы понимаете, ценовая категория действительно очень приятная, но при этом это дорогие селективные ароматы. И вся продукция у рандеву оригинальная, я заказывала у них сама и полноценные парфюмы, и боксы, и как они, отливанты, если можно так назвать. То есть, вся продукция оригинальная. Рандеву на рынке уже очень-очень много лет. У них, кстати, очень удобный интерфейс. То есть, вы можете найти на сайте какой-то парфюм, я не знаю, по бренду, по нотам, по году создания. То есть, возможно, вы хотите, чтобы были нотки ванили. Вы переходите на сайт, заходите в отдел и смотрите, какие есть парфюмы, допустим, с этими нотками. На рандеву есть возможность оплачивать долями, рассрочка без процентов, что для многих может быть очень актуальным и полезным. Также на рандеву сейчас большая распродажа скидки до 50% на парфюмерию косметику. И у меня есть промокод, который называется 10 Буслова. Он подарит вам скидку 10% на весь ассортимент при покупке от 2,5 тысяч рублей. И что самое классное, я считаю, супер классно, круто, просто идеально. Мой промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. То есть, вы можете им воспользоваться, даже если, допустим, на Аромабокс идет какая-то скидка от магазина. Все ссылочки на мой Аромабокс, на другие, которые есть, кстати, они бывают еще мужские, унисекс. Многие девочки мне писали, что, Катя, я с твоим промокодиком заказала и себе, и еще мужу на подарок. И, в общем, на самом деле, много получала положительных комментариев о том, что многие заказывали по моей наводке и оставались на 100% довольны. Я безумно рада, поэтому все ссылочки в описании, заказывайтесь, делитесь впечатлениями в комментариях, если кто-то уже счастливый обладатель таких Аромабоксов. Я уверена, что вы останетесь довольны. Так, я уже переоделась и хочу вот реально вот этот бланш нанести по Эрэдо. Ну, на тренировочку, я имею в виду. Мне нравится, мне нравится с собой, что ли. Я вот возьму, наверное, бланш и вот этот вот как раз-таки за мусс и положу его во себе в ящичек в зале. Мне, кстати, кажется, что я же в аренду снимаю ящичек в зале, а там хранятся мои вещи. По-моему, 12-го числа закончилась аренда. Но мне никто не звонил, не писал, сегодня продолжим. Сюда положу, еще у меня есть так... Еще у меня здесь есть илькарнитин, смотрите. Давайте бахнем перед тренировочкой, ребята. Спортивная женщина. Стаканчик не грязный вроде. Это от него. Сейчас я сейчас пролью через камеру. А не, нормально. Если честно, я даже не знаю, сколько пить. Один, по-моему, нормально. Короче, мне нужно взять с собой вот эту жилетку. От бренда Манера одеваться. И буквально в первые дни у меня отвалилась вот эта кнопка. Хорошо, что она сохранилась. Вот она она. И не пропала. Иначе, ну, конечно, можно было бы, наверное, в магазин написать, попросить, чтобы мне прислали. Но, конечно, знаете, жилетка стоит что-то там в районе 20 тысяч. Это охренеть, как дорого, так-то, будем честны. И отвалилась в пуговице. Ну, все равно, она, конечно, клевая. Меня спрашивали про нее. Так что вот. Сумку, наверное, давайте-ка возьмем. Главное, мне тут не пролить мой карнитин. Иначе будет неприятно. И сумку возьмем. Да, сложу. Ну, просто паспорт с собой, карточки там, вот, духишечки, что-то такое. Вот я взяла с собой, сложила. Сдам в этот, ну, как он называется. Короче, где делают все это дело? Ну, как-то все равно неприятно, да? Короче, я тут сдала. Мне сказали, 60% что получится, 40% не получится, потому что там какая-то штучка. Ножка, она уже как бы использована. Если не получится, то нужно звонить в магазин, чтобы они высылали новую. Ну, неприятно, согласитесь. Все, бежим на тренировку. Я еще, как назло, забыла ключик, но мне дали другой. Итак, room tour по моему номеру, бутылку с водой. Мне кажется, она уже там стухла, если честно, вода. И кроссовки. Наверное, я надену вот эти вот. Не знаю, что мы сегодня, наверное, ноги будем тренировать. А эти снимаем. Зашла в цветочный магазин, хочу вот эти вот тюльпанчики розовенькие взять домой. И, возможно, кстати, вот эти вот, не помню, как они называются, белые. А у меня такая длинная варчика, я ставлю туда обычно. Вон пиончики. Вот эти тоже люблю. Наверное, возьму вот это. И посмотрите, какие розовые красивые тюльпаны. Просто очень нежные. Еще здесь очень много красивой посуды. Невозможное мимишество. Всякие с лавандой, с зайчиками. Посмотрите, какая красота. Ну, на самом деле, я покупаю часто. Ой, я не могу, мне вот это очень нравится. Посмотрите. Ну, что это? Это так красиво. Реально. Ну, у меня есть подобное что-то. Поэтому остановимся. Здесь тоже красотища. Поняла, что у меня вот такая вот есть. Я заказывала на Озоне. Это вот бренд. Посуда Lefart. Можете в интернете пить, а где-то и заказать. У них много очень красиво. У меня вот такая вот чашечка. Можно было бы взять такую. Да, они бы... Ну, любят такие вот маленькие кружечки. Ему нужна нормальная кружка, так чтобы кружка была. А так красиво. Вон всякие ложечки. У них здесь продается набором на 6 персон. Ну, мне куда такое? Когда там свой дом, возможно, или большая семья. А нам на двоих. Особенно учитывая, что Даня из такого даже не пьет. Нет смысла. Ну что, ваша интуиция что подсказывает? Сделали мне или не сделали? Так вот, я скажу, мне не сделали. Я купила цветы. И, короче, если честно, меня такое расстраивает. В плане расстраивает то, что я купила дорогую вещь очень. Но при этом я должна сейчас с ней возиться. Вот этот вот геморрой устраивать. И все такое. Мне это не нравится. Надо писать в магазин. В общем, они не смогли. Я, может быть, вам дома покажу. Объясню. Ну, короче, неприятная ситуация. Все, едем домой. Цветочки какие взяла. Посмотрите, красота. Вообще. Такие миленькие вот эти. Просто цвет нежнейший. А это я ставлю тоже в вазу. Ну, такая у меня длинная есть. Сейчас поставлю, покажу. Вообще, айсус. Такие красивые. С ума сойти. Так, я заказала себе поесть, еды. Ну, сейчас покажу, что. Взяла. Сейчас достану. Короче, про жилетку. На самом деле, действительно, ну, обидненько. Она, как бы, я не говорю, что это там что-то плохое качество. Хотя, ну, просто бывают такие казусные ситуации, да. И это нормальное явление, там, и у дорогих брендов, и у не особо дорогих, допустим, брендов. Но, естественно, мне, как потребителю, это неприятно. И если я покупаю дорогую вещь, я все-таки рассчитываю на то, чтобы я больше с ней не возилась. И получается, что мне нужно сейчас писать этому магазину. Мне нужно, чтобы они, надеюсь, ну, как бы, я очень на это рассчитываю, что они пришлют мне. То есть это тоже, наверное, не сразу же. Это какой-то относительный период времени. Ну, и, как бы, хорошо, что сейчас уже тепло, и мне особо не актуальна жилетка. Ну, только вечером. Либо, если я иду в какой-то кофточке, то я надеваю сверху жилетку. А так, а если бы я ее купила, вот прямо сейчас носить, конечно, там не дико заметно, и можно надеть и без пуговички, но ты же об этом знаешь. Ну, как бы, не есть все равно нормально. Ну, и все, как-то так. В общем, что я заказала. Когда голодная, нельзя ничего брать и заказывать, потому что я заказала, как будто бы на двоих. Ну, ладно, ничего, у меня не одно и нормально. Шримп ролл такой вот. Ну, в лаваше там креветки, капуста, помидор. Шаурма только с креветкой. Вот такой фреш-ролл, ой, фреш-ролл, фреш-болл, баул, баул, баул с тунцом. Вот такой вот. Здесь листья салата, овощи разные, тунец. Очень выглядит симпатично. Я уже ела, потом он мне надоел, я его переела. Два вот таких вот, две таких суши с лососем и чуть-чуть с авокадкой. И вот такие вот четыре ролла. Ну, естественно, я все не съем. Чуть-чуть тут, чуть-чуть тут. А, еще вот такой вот анекири с креветкой авокадо. Но это я взяла обычно, ну, на следующий день съедаю, на завтрак. Мне нравится. Ну, либо, может быть, вечером я там захочу. Как-то так. Сейчас время почти 6 часов вечера. У меня в 19.45 массаж. Я сейчас поем, поработаю. И уже буду отправляться на массаж. Если честно, я уже чувствую, что у меня немножечко как будто... Хотя, у меня такое ощущение, что у меня устали руки, забились. Но я качала сегодня ноги. Как-то так. Все. Мне приятного аппетита. С вами есть не буду. Потому что хочется включить какой-нибудь видосик. Просто видосик. Позалипать и поесть. Это самое приятное. Так, всем добрый день, друзья. Нью-дэй. Все та же я. Еду на педикюр. Меня уже стоит, ждет такси. И здесь хулиганье. Это энергетик. Я не знаю. Если честно, сегодня просто погода не очень хорошая. И я проснулась, как будто бы уже устала. Мне нечего сказать свое оправдание. Все, спасибо, все, до свидания. И мы 5-й этаж. Вперед. И я до сих пор хожу в зимних кедах. Спросите, почему? Потому что они суперудобные. И мне говорили, Катя, липучки говно. Ребят, это настолько удобно, что извините. Пойдемте. Куда не спрашиваю, на улице не холодно? Он говорит, нет. Жарко, тепло. Я наделась вот так наделась. И в итоге здесь очень достаточно сильный ветер. И если идти пешком, то было бы холодно. Но так как я на такси, то мне нормально. Мне, короче, черный будет кой. Наверное, френч. Вот такие вот получились. Смотрите. На самом деле не видно. Здесь френч у меня. Такие малышечки. Так непривычно. Мы с мастером обсудили и поняли, что последний раз я делала... Короче, с августа того года я делала черные ногти всегда на ногах. Только один раз я сделала нюд. Когда, короче, делала на руках нюд, и на ногах решила сделать. А так больше полугода был черный. На руках тут у меня сейчас вот так вот. Но я уже тоже записалась на девятнадцатое вроде. Буду переделывать и сделаю тоже френч. Вот такой вот. Ну, кстати, мне так тоже нравится. И посмотрите, они уже достаточно отрослины. Из-за того, что цвет такой натуральный, фактически не видно, что они отросшие. Удобно. Слана ВВ забрала свои посылочки. И понимаю, что я в наушниках, но у меня нет кейса. И я его забыла на педикюре. Собственно, я возвращаюсь, чтобы забрать свой кейс для Airpods. И знаете, о чем я подумала о том, что у меня Airpods самые-самые первые. У моей сестры был день рождения, и я ей покупала в подарок Airpods. Ну, последний, который типа шумоизоляции. У Дани тоже такие же. И мне... Я вот в поездку с собой не взяла наушники. Даня брал большие. И вот такие вот шумоизоляции. Ну, типа последние. Мне они вообще не нравятся. У меня такое ощущение, как будто бы... Ну, что-то не так. Короче. И Даня каждый раз... По-моему, даже где-то во влоге это было. Он мне предлагал... Он мне предлагал купить наушники. Шумоизоляция. Я говорю, мне не нужны. Я не хочу. То есть даже если бы вдруг... Что-то бы случилось с этими, я бы купила такие же, а не новые. И вообще есть еще же сейчас новые такие наушники. Огромные тоже от Apple. Но в какой-то момент я думала, блин, хочу. А потом поняла, а нахрена они мне нужны? Я наушниками, если честно, достаточно редко пользуюсь. Поэтому это как будто бы такая мода. Все покупают, и тебе надо. Все, я дошла. Вот он он, миленький мой. На самом деле этим наушникам уже я не знаю. Ну, года три, наверное. Забавно. Мне безумно нравятся. Ну, самые удобные для меня. Не знаю, вот эти шумоизоляции реально фигня какая-то. Я поняла, что когда я снимаю на улице, естественно, дует ветер. И если я снимаю не в наушниках, то больше слышно ветер, нежели, чем меня. И сейчас я понимаю, что когда я в наушниках, то как бы он есть ветер. Но вы его особо не слышите. Это к тому, что мне иногда пишут, Кать, купи микрофон. Кать, с микрофоном было бы лучше. Я сейчас зайду, здесь еще есть магнит. Куплю себе, куплю нам сливки, чтобы сделать вечером пасту. И, ребят, вы должны понимать, что постоянно ходить с микрофоном я не могу. А снимать, надевать, подключать, отключать его — это очень неудобно. И как бы я не хотела. Возможно, там вот для рекламных интеграций, да, чтобы было слышно. Но это чаще, всегда я их снимаю дома, и все норм со звуком. Но когда это такие моменты из серии, ну, на улице, да, я понимаю, бывает иногда дискомфортно, но не настолько прям, что вот ужас. Хотя иногда пишут, ой, вообще звука нет, я там на полную громкость включаю, вообще ничего не слышу. Ну, такое бывает сообщение один раз там в два месяца от кого-нибудь, наверное, от того же человека. Вот. Ну, потому что, ну, у меня все ок. Я же сама монтирую свое видео. Я уже говорила о том, что я спрашивала даже там у Лизы, у мамы. Они же смотрят мои влоги, типа, все норм? Они говорят, да, все норм. Ну, естественно, бывают такие моменты, где-то слышно чуть лучше, где-то чуть меньше. В каких-то помещениях, если там, я не знаю, много-много людей, я говорю тише, да. Если я дома, то я могу разговаривать очень громко. Я понимаю, что звук не идеальный, но и у меня непостановочные видео, что в плане там не постановочные влоги, что самый там оператор ходит, что мне там подключать, знаете, и микрофон, и камеру там профессиональную. Поэтому, к сожалению, или к радости, я не хочу покупать микрофон, не потому что мне жалко денег, не потому что что-то в этом, ну, из-за серии, просто потому что это неудобно. Представляете? Вот, ну, постоянно включать, выключать. Плюс то же самое с камерой, когда мне говорят там, Кать, не хочешь ли камеру купить? Ты уже дошла до этого уровня. Я не хочу. Мне нравится с телефона. Да, бывает иногда, что я могу не протереть камеру, это лично мой косяк, но качество-то хорошее видео. Ну, как бы, ну, понятно, там не Full HD, как там, я не знаю, прям профессиональные камеры, но, блин, ребят, ну, вы понимаете. И носить с собой камеру, я иногда что-то не планирую снимать, такая, блин, а дай-ка сейчас сниму в лоб. Ой, а дай-ка это, а дай-ка то. Телефон достал, он у тебя всегда в руках. Я реально тот шелодек, который в руках постоянно телефон держит, и он всегда со мной. Не будет таких моментов, что, ой, камеру забыла, ой, это. Поэтому, ну, вот так вот. У некоторых возникают вопросы, я решила ответить. И стою как чудик тут, разговариваю с телефоном. Пойду со сливками. Итак, всем добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Шоу Кулинария с Катей Бусловой. Короче, на самом деле, я готовлю обычные рубленые котлетки, но они безумно вкусные, просто фантастические. И я болталась сейчас с Лиской, ну, вернулась с педикюр, болталась с Лиской, решила вам записать, показать. Еще буду готовить сливочную пасту с креветкой, с креветками, можно было бы еще сделать с трюфелем. Ну, добавить туда просто трюфель. Но, к сожалению, в доставках нигде его не было, поэтому будет без трюфеля. Я что хотела сказать. На самом деле, это два просто неимоверно простых рецепта, достаточно обычных, обыденных. Я как-то в сторис, ну, написала то, что вот сохраните рецепт очень вкусных конфет, они безумно нежные, там, туда-сюда, вот этих вот как раз-таки, которые я готовлю. Все, что здесь нужно, это куриное филе, сметана, яйцо, лук. Все. Вы режете куриную филешку, ну, такую вот обычную, такую вот куриную филешку, на небольшие кусочки, ну, примерно вот такие вот. Туда мелко лук, яйцо одно, ну, мне всегда пишет, Катя, пропорции, я, если честно, не знаю, просто на глаз. И мне одна женщина, девушка, я не знаю, кто она была, написала, ну, я ничего, я просто сказала, что это супер нежно, супер вкусно, прям, типа, я очень, мне нравится, они такие классные, офигенные, фантастически вкусные. И мне эта женщина пишет, типа, Кать, это обычные рубленые котлеты, смешной смайлик, и вот такое вот. Я ей отвечаю, я говорю, а я где-то сказала, что это какое-то, я не знаю, необычное, никому неизвестное блюдо, рецепт, который никто в жизни никогда не пробовал. Она прочитала и не ответила. Просто не знаю, что у нее вызвало. Ну, как бы все равно, ну, как бы, человек написал это с такой немножечко и с девочкой, типа, что ты тут рассказываешь, это, блин, обычные котлеты, которые нахрен никому не нужны. Типа, ты как будто бы делаешь из этого что-то такое. То же самое я выкладывала куриный бульон, ну, то, что я приготовила. Я не писала рецепт. Мне много девушек написали, Кать, поделись, ну, как готовишь ты. Во-первых, есть много девчонок, которые, допустим, может быть, и не знают даже тот же самый рецепт обычных рубленых котлет, потому что там у них, например, в семье там мама, бабушка не готовили никогда так. И не потому, что не знают, а может, потому что им не нравится, не хочется, там они не понимают. И они увидели, такие, о, блин, классно, я хочу попробовать. Кто-то мне написал, что я там вместо сметаны добавляю майонез, еще сыр туда. Но, если честно, для меня это уже немножечко излишество, потому что, ну, и жирно слишком получится, не исключая того, что вкусно. Ну, тут я по-быстрому, и они такие легкие, прям с гречкой, шикарно. Потому что, ну, опять же таки, я не то, чтобы делюсь тут рецептами какими-то, да я и не готовлю особо какие-то блюда, что, вау, это необычайно вкусно, вы просто нигде не встретите такой рецепт, он эксклюзивный, секретный, только от меня. Нет, конечно, ну, то есть, обычные рецепты, плюс, я люблю такую еду, но, еще хотела сказать про блюда, например, у Дани всю жизнь солянка это суп, суп, там, копчености, колбаса, маслины, лимончик еще добавляется, для меня всю жизнь солянка это тушеная капуста, там, с мясом, с сосисками, ну, что-то такое, то есть, тушеная капуста, и когда мы начинали встречаться, и Даня говорит, приготовил мне солянку, я ожидала, что это тушеная капуста, а для него это суп, и, естественно, что он был в шоке, типа, что за бред, какая нахрен тушеная капуста, если это суп, и мы разговаривали, вот, когда ездили в Челябинск, тетя Таня тоже спросила, ну, у меня, говорит, как для тебя солянка это, ну, тушеная капуста, и я такая, да, представляете, она такая, офигеть, я вот, ну, как бы, то есть, совсем недавно узнала о том, что кто-то называет солянку тушеной капустой, у них это как-то, хотя казалось бы, да, это не какая-то другая страна, или прям, я не знаю, другой народ, но в каждой семье какие-то свои обычаи, свои штучки-дрючки, например, ну, вот, у меня в детстве была, у мамы была подруга, и мы к ней приезжали, она готовила гречневый суп, то есть, гречку добавляла в суп, и для меня это было что-то из ряда вон выходящее, потому что, ну, я никогда в жизни так не ела, и мне кажется до сих пор, что это очень странно, гречку добавлять в суп, а моя подружка, которая, ну, естественно, жила с этой, с этой мамой, с мамой, для нее это обычное блюдо, обычный суп, как для меня там куриный, например, ну, потому что, естественно, у всех разные какие-то вкусовые предпочтения, и по большей части в будущем там девочки, например, готовят так, когда готовила там их мама или бабушка, как привыкла есть там с детства, то же самое и я, поэтому мне, а, еще надо муки добавить, поэтому мне кажется вполне нормальное явление поделиться каким-то рецептом, я же не заставляю его никого готовить и не говорю о том, что оно невероятно эксклюзивное, ну, просто меня немного это смущило, я подумала, почему у девушки вызвало это такую реакцию, как будто бы, ну, я сказала о необычном блюде, сейчас у нас будет вот такая вот тупо болталочка, я, кстати, давно не готовила и не болтала с вами вот так, последние влоги были достаточно активные, ну, то есть мы постоянно куда-то что-то ходим, что-то делаем, но я знаю, что многие любят домашние влоги, вот так вот на кухне поболтать, и я сама люблю, вот допустим, когда смотришь некоторых блогеров, у них бывают влоги вообще на 7 минут, влог 7 минут, и там, ну, 15 максимум, ну, они делают такие супербыстрые, вот Катя Клэм, я ее вообще никогда не смотрела, в последнее время, вот перед отпуском, начала что-то смотреть, даже какие-то старые видео, вот у нее тоже влоги примерно там 20 минут, и ты смотришь, понимаешь, как полноценный влог, да, полноценное видео, но она не будет там 10-15 минут стоять и разговаривать на камеру, а у меня все-таки другой формат, я не представляю снять влог на 15 минут, да что там говорить, если я снимаю на 40 минут, мне пишут, Кать, почему такой маленький влог, и пишут, Кать, давай по 2 часа влоги, конечно, по 2 часа это уже, ну, я думаю, too much, прям реально, ну, кто-то, естественно, и посмотрит, и кто-то, я думаю, даже влоги на час, на полтора не смотрят, ну, я по настроению, вот у других смотрю, иногда бывает такое, что, ну, если у меня дофига свободного времени, да, то я могу включить на фоне, убираться, или что-то такое, ну, не считаю, что это как-то плохо, мне однажды тоже написали, вот это да, типа, тебе не обидно от того, что кто-то ставит твои влоги на фон, и занимается там своими делами, обидно, с чего мне должно быть обидно, это же не какое-то информационное, познавательное видео, где нужно вникать в текст, я телевизор, я это прекрасно понимаю, так же я включаю какие-то шоу, я не знаю, какие-то ТВ-программы, просто на фон, и я вообще не тот человек, который может включить видео, сериал, и тупо сидеть, смотреть, я либо играю, либо убираюсь, либо там работаю, либо что-то монтирую, ну, я имею в виду какие-то видео, просто маленькие сторисы, я не могу сидеть, и вот так вот смотреть, поэтому мне кажется, что, ну, во-первых, естественно, здесь ничего обидного для меня нет, во-вторых, вообще пофиг, ребят, ставьте на фон, я не обижаюсь, попробуем, можно еще соли добавить, вот такой вот у нас, на самом деле, день, день сурка вот получился, что этот, что второй, что третий, какие-то, конечно, делишки, я вообще записалась на все бьюти-процедуры, приехала, маникюр, у меня, кстати, немножечко, как будто горло першит, надо съесть, мне кажется, она там осталась, таблеточку, почему-то вот, не знаю, под вечером начинается, это очень странно, такое вот, от горла, и, а сушь там сухой корм ест, я посолила или нет, уже забыла, записалась на все процедуры, маникюр, педикюр, на педикюр сегодня сделали, следующий маникюр, потом у меня, по-моему, волосы, хочу сделать тонирование, в последний раз тонирование делала осенью, когда у меня спрашивают про мой цвет волос, это мой цвет волос, что там мешают, ну, мне делают, я прошу тон в тон, вот, как бы, я не знаю, какой цвет волос, и мне реально часто пишут, Катя, что у тебя за цвет, напиши, хочу так же покраситься, ребят, покажите фотку, это самый беспроигрышный вариантик, сейчас я достану муку, мы добавим туда еще немножечко муки, и можно жарить как литосы, сейчас время 20.03, я уже, наверное, ближе к вечеру, на самом деле мы поздно ужинаем, я позавтракала сегодня в 4, нет, в 3, в 3 позавтракала, все это время, ну, я ничего не ела, но мне не хочется, я там не голодаю или что-то такое, и сейчас приготовлю котлетки, наверное, потом сяду, помонтирую влог, и часам в 10 к 11 я только сделаю пасту, вот так вот мы ужинаем, ну, и ложусь я, собственно, не в 11 часов вечера, там сейчас примерно в 2 часа ночи я ложусь, стараюсь, ну, не задерживаться, вообще, когда я после Мальдива приехала в Москву, там же у нас на острове было плюс 3 часа, и, соответственно, я просыпалась по тому времени в 12, а по московскому это 9 утра, и вложилась я где-то в 2-3 часа ночи, а по московскому это 11-12 часов, я приехала в Москву, и просто поняла, что у меня там в 11 я уже вырубаюсь, не, не в Москву, в Челябинске мы были, и я просто, ну, в один с вечера, и вот так вот, оп, и меня вырубает, я просыпалась в 9 утра, открываю глаза, в 9, понимаю, что все еще спят, смотрю, Даня спит, думаю, охренеть, сколько же время, смотрю, там, 9 утра, а для меня это что-то прям, ну, необычное, ну, и такое недолго протянулось, объясню, почему, я, если вдруг один раз нарушу вот этот режим, и лягу поздно, все, в следующие дни я не могу ложиться опять так же, я не знаю, почему, ну, как бы, меня иногда накрывает, и я думаю о том, что так, надо поменять режим, как-то не очень хорошо, что я ложусь поздно, ну, сейчас стою я в 11, то есть я успеваю, это главное, о чем я думаю, что я успеваю все делать, я успеваю работать, я успеваю учиться, заниматься собой, там, дом у меня чисто, вкусно, и все, что еще нужно, не знаю, мне кажется, больше ничего не нужно, единственное, я думаю, вот у меня сейчас намного больше получилось этого фарша, если можно так выразиться, наверное, надо еще яичко добавить, потому что в прошлый раз я делала, есть маленькая, я делала одну куриную грудочку, а сейчас у меня здесь их две, и вот, я, то есть, понимаете, не могу сказать точно в пропорциях, ну, если одна куриная грудка, значит одно яйцо, но опять же таки, муку, лук, все это плюс-минус, также кто-то любит побольше лучка, я люблю побольше, я люблю, чтобы лук чувствовалось, а когда я выкладывала эти котлеты, мне писали, ой, Катя, я там типа через мясорубку этот лук, либо обжариваю его, тогда он не чувствуется, но добавляет там нежности, я такая думаю, в смысле не чувствуется, мне не нужно, чтобы оно не чувствовалось, я люблю лучок, прям, мне нравится, Даня тоже, у меня мама, когда делает котлеты, ну, не рубленые, а с фаршем, то она добавляет, вот я люблю так, вот видимо, опять же такие привычки с детства, когда такой, ну, не крупный лук, но когда он ощущается, то есть не то, что ты прям вот ешь сплошной, как будто бы фарш по ощущениям, нет, и вот у меня также, я обожаю, и Даня тоже любит, когда, ну, лук ощущается, в котлетах там, например, в говяжьих, неважно, куриных, и тут, вот я добавила лучка, мне кажется, можно было бы еще, но у меня больше нету, осталась только вот эта вот хрень, я подумала, ну нафиг, как-то вот так, все, по консистенции, примерно вот такой вот фарш, то есть он не прям сухой, но и не супер жидкий, сейчас разогреем сковородочку, и буду выкладывать, и, блин, хотела попробовать опять на соль, после муки, у меня это конфетка, таблетка, по моим ощущениям, нужно еще добавить, ну не знаю, главное не пересолить, лучше на самом-то деле не досолить, чем пересолить, иначе это все, все заканчивается, еще я очень люблю вот этот вот именно перец, 4 перца, не просто черный, там красный, а 4 перца, у него действительно другой аромат и вкус, он прям идеально дополняет все блюда, я обожаю, он, ну такой, не дешевенький, но при этом, я уже другой даже не воспринимаю, все, наболтала вам, как всегда, извините, давайте сейчас включу свет, и будем выкладывать на сковородку, снова здравствуйте, я буду пока за кадром, включаем плиту, сначала на девяточку, здесь достаем, у меня вот такое вот масло, оно в спрее, очень удобно, на самом-то деле, разносим по сковородочке, много не нужно, тоже много не нужно, я не люблю жирные котлеты, вот, прям, реально капелька, вот эти дозаторы, именно этим и удобны, что ты сразу понимаешь, сколько, и наносишь на весь этот, и хватает его достаточно надолго, ну, заказать можно и на зоне, где только сейчас вообще, такие возможности, на девятке быстро разогрелась, кстати, индукционная плита, самая офигенная, когда у нас своя квартира будет, ну, и мы будем ставить этот, плиту, я все-таки выберу индукционную, потому что, во-первых, когда вы убираете, она перестает работать, и она не горячая, во-вторых, ну, то есть, это спасает от того, что вы можете забыть выключить плиту, во-вторых, она нагревается просто за секунду, действительно, так, поставлю вот сюда, и будем накладывать, если я буду так положить, вам, мне кажется, неудобно, давайте перевернуем в другую сторону, блин, теперь сюда удобней, короче, сумасшествие, я и почему не люблю снимать, когда я готовлю, потому что, с вами это намного проблематичней и дольше, ну, беру просто ложечку, и накладываю, у меня ложка такая еще мелкая, все, форму вы можете сделать, какая вам нравится, хотите, делайте прям малышек, хотите, делайте, такие побольше оладушки, так называемые, не оладушки, орубленные котлеты, девочки, для меня это вообще, даже, ну, не то, что, ни оладушки, ни котлеты, нифига, это просто вот такое отдельное блюдо, сюда выкладываем, в самом деле, если много не болтать, оно занимает мало времени, но получается реально вкусненько, потому что они прям такие нежненькие, естественно, как мне и писали, если добавить туда, я не знаю, майонеза, то будет пожирнее еще, но я не вижу это никакого смысла, потому что и со сметанкой вообще офигенски, если что, на вкус там сметана, она не чувствуется, естественно, ну, и сыр, если сыр добавлять, то, конечно, они будут очень вкусные, в моменте вот горяченькие, но потом, когда их разогреваешь в микроволновке, например, все равно уже не та тема, это, как и даже если запекать пиццу, да, то есть она с пылу-жару, сыр этот офигенски, просто максимально такой нежный, тающий, а потом уже, когда подогреваешь, все равно не то пальто, и сюда котлеточку еще, ой, 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 добавим, надо было сковородку побольше взять, ну, ничего страшного, нормально, и так, все, сюда, чуть-чуть, сюда подниму, отлично, и вот так вот они у нас жарятся, еще я поставлю сейчас, наверное, даже на пятерочку можно, чтобы они прям, ну, знаете, не подгорали, и закрою крышкой, так, ну что, вот такие вот коклетури у нас получились, оп, мы их перекладываем, потом сковородочку я споласкиваю, потому что, видите, здесь у меня одна котлетка, этот какого, ну, отпечаток оставила, когда я откладывала, раскладывала, ты что-то будешь делать, я смотрю в камеру, через камеру все это делаю, знаете, это так непривычно, и неудобно всегда, оп, все, сейчас сковородочку, сполосну и заново, на самом деле, споласкивать, ну, сковородку после каждого приготовления, там, после каждой партии котлеток полезно, но, особенно, если вы много масла используете, она становится не очень, но это не точно, блин, посмотрите, как красивые тюльпаны выглядят, они такие милейшные, а внутри какие красавцы, о, боже, тюльпаны, красавицы, вывонили, вообще офигенские, просто цвет, я их как увидела, думаю, боже, ну, они же мне нужны, сто процентов, очень красивые, прям, вообще, нижнятинка невозможная, я тут уже следующую партию отправила, девчонки, в самом деле, иногда сделаешь много фарша, и хрен, кто эти котлеты съест, в прошлый раз я сделала почти целую вот такую эту, мы съели ее за один день, потом думаешь, сделаю побольше, ну, блин, так зашли, и в итоге выбрасываешь, трэш, ужас, кошмар, не делайте так, да, хорошенькие какие, видок, конечно, такой, очень-не очень, извините, я в итоге записалась на лазер, я начала вам про бьюти, потом что-то перескочила на тему, извините, короче, смотрите, видите, вот эти штучки, я уже про них триллиард раз говорила, особенно в своем телеграме, я записалась на лазер, и я решила все-таки попробовать их тоже убирать, потому что они мне не нравятся, когда делаешь высокий хвост, все-таки они очень видны, и они не растут, и чтобы их зачесать, зафиксировать, это нужно охренеть, сколько геля, например, я не знаю, там лака запшикать, мне такая ситуация не подходит, вот, еще что я вам хотела сказать, еще хотела сказать, что прошлый влог с Мальдива вам очень понравился, зашел, спасибо, мне приятно, там набралось за 4 дня 80 тысяч просмотров, а это, ну, достаточно много, сейчас там уже 84 тысяч просмотров, а до этого, кстати, в влоге что-то как-то не очень, по 65 тысяч, всего лишь, но на самом деле это мало просто, обычно там в среднем 80 тысяч каждый набирает, ну, за первые там полторы-две недели, ну, ладно, видимо, не понравилось, кто еще не смотрел, обязательно посмотрите, мне надо котлетки перевернуть, потом мы сейчас прошлепаем этот момент, я с вами заговорюсь, опять я все делаю через камеру, ой, нет, ребят, единственное, чем больше вы их делаете, тем сложнее их, естественно, переворачивать там одной рукой, например, лопаточкой, но если с двух сторон захватить, например, ложечкой помочь, то идеально, ничего страшного, они такие фигуристые у нас, вот, что еще про Мальдивы хотела сказать, из-за того, что влог, видимо, помимо того, что он просто вам понравился, он еще залетел в так называемые, ну, как бы рекомендации, появился у многих людей, как я это поняла, в комментариях было много, ну, не много, ну, несколько сообщений из серии, боже, ну, это люди, такие залетные, как я говорю, которые вообще не знают, ну, кто я, что, о чем мой блог, и писали такие, боже, кто эти люди, два мажорика, кошмар, просто ужас, ну, типа, типа, писали, типа, откуда у них деньги, это же дети, из этой серии, ну, то есть, видимо, это даже еще, как бы, взрослое поколение, то есть, какие-то мужчины, женщины, потому что я заходила, и там было написано, Тамара Ивановна, например, они писали, ну, кошмар, а кто-то писал, да, такие богатые на Мальдивах даже не могут дать чаевые, это про тот момент, где Даня сказал, он забрал чемодан, и говорит, он, наверное, чаевых хотел, мы только, блин, зашли в номер, на виллу, у нас еще ничего не распаковано, мы, ну, вы сами это видели, мы вообще еще ничего не успели сделать, там, не достать, не открыть, я первым делом вам рум-тур снимать, пока мы там ничего не достали, да, срач не навели, Даня тоже на эмоциях, конечно же, если бы у него в кармане лежали деньги, и мы специально взяли с собой мелкие деньги, чтобы давать чаевые, и мы давали всем, кто возил нас на баги, официантам, в спа, везде оставляли чаевые, это нормально, как бы, ну, особенно если к тебе хорошо относятся, да, то есть, почему нет, мы только за, и в жизни, ну, в жизни, в России, там, мы всегда в ресторанах оставляем чаевые, я оставляю чаевые, там, когда на массаж хожу, я не знаю, что-то такое, это к тому, что, ну, сразу видно, что люди просто знать нас не знают, и писали, типа, фу, даже чаевые оставить не могут, ну, если честно, я просто сразу заблокировала всех этих людей, потому что мне они нахрен не нужны, вот, я подумала, типа, зачем бы мне такие залетные, что, а, еще был комментарий, это мне сегодня тоже говорила, мой мастер по педикюру, мы обсуждали, мне написали комментарий, я его, ну, он есть, я просто его сейчас не найду, серия, боже, как круто, вы так кайфанули, молодцы, ребята, сейчас я переверну свои котлетосы, ну, что, девушка, наверное, девушка, или девочка, возможно, я пытаюсь найти этот комментарий, написали, что-то такое, блин, про беременность, я не могу, это просто угар, это забавно, я реально, а вот, классно, вы поехали развеяться, отдохнуть, и зачать ребенка, это очевидно, удачи, боже, девушка, девочка, если ты это смотришь, почему, блин, зачать ребенка, это так странно, как будто, знаете, мы такие, допустим, в Питере живем, такие, нет, не будем, на Мальдивы полетели, такие, вот там надо, возвращаемся, такие, нет, что за бред, в смысле, блин, мы туда поехали, развеяться, и зачать ребенка, как будто, зачать ребенка можно только в отпуске, но это просто, ну, это забавно, это настолько, мне кажется, некоторые люди, ну, как бы, я понимаю, с одной стороны, что люди, ну, мои зрители, вы можете хотеть, и как-то, естественно, будете безумно радоваться, когда у нас будет ребенок, но некоторые, как будто бы, фанатически, просто, мечтают об этом, хотят этого больше, я не знаю, чем сами блогеры, например, они прям вот спят и видят, что, ну, вот по-любому, ну, вот сейчас сто процентов, ну, я уже жду, и когда я говорю о какой-то новости, типа, вот, у меня есть, например, какая-то новость, и люди такие, блин, я думала, ты расскажешь, что ты беременна, ребят, когда я буду беременна, то я, конечно же, обязательно вам об этом расскажу, ну, вероятнее всего, не сразу, потому что, блин, ну, просто это очень странно, как будто бы люди прям вот такие вот сидят, такие, блин, она опять не беременна, да ёптвою налево, она опять не беременна, еще был прикол, я, по-моему, об этом говорила, ну, извините, повторяюсь, как-то выкладывала тоже влог, я в нем пила энергетик, мне под этим влогом писали, блин, я чувствую, я вижу, она беременна, и в комментариях я пишу, да, поэтому она пьет энергетик, чтобы ее ребенок был более энергичный, короче, я понимаю, что многие хотят этого чуда, оно обязательно когда-нибудь случится, но, ребят, спокойно, спокойно, котики, обормотики мои, я уже все скинула, давайте попробуем коклетку, они уже остыли, потрясающий, фантастический, эксклюзивный рецепт, специально для вас, нет, просто бомба, главное, их не пережаривайте, не держите долго прям, и на сильном огне не жарьте, иначе они будут сухие, ну, мне это кажется, это мое предположение, такие вот нежнятинки, вкусные, на самом деле, у меня что-то реально горло подзаболело, это все из-за того, что с открытым окном спало, хочу вам сказать так, пойду монтировать этот влог, он почти, блин, полтора часа, что с ума сойти, как много, если вы до сих пор смотрите, спасибо, ребят, очень радостная душа, вот, я надеюсь, что вам понравилось, так смотрю, в целом, три дня, достаточно, было активненько, не слишком много болтовни, но как, нет, болтовни, конечно, много всегда, ее 70%, можно сказать, вообще 100% влога это болтовня, я имею ввиду, такая вот прям монотонная, где я сижу и разговариваю, извините, все, извините, что я ем, с вами, нет, даже так тот написал, Кать, ты можешь, пожалуйста, не есть во влоге на камеру, мне неприятно на это смотреть, ребята, вы извините, вы не забыли, с чего начинался мой блог, я ела в тиктоке на камеру, не вижу ничего плохого, но делаю это нечасто, короче, что я хочу сказать, спасибо вам большое, что вы посмотрели этот влог, что вы подписаны на меня, надеюсь, что вы поставили лайк, делитесь своими впечатлениями, все как всегда, колокольчик, чтобы не потерять, подписаться, чтобы не забыть посмотреть мой влог, короче, я вас люблю, целую, обнимаю, и пока-пока!